Инициатор проекта «Вернем тепло и свет Украине», политик из Вологды, Евгений Доможиров. Евгений, я рад вас видеть. Добрый день. Добрый день, Матвей. Я хочу дочитать этот топик, чтобы вы прокомментировали, потому что отдельно у нас этой темы нет. Wall Street Journal пишет. Арест России репортера Гершковича усиливает привычку Кремля брать американцев в заложники. И это еще одно доказательство того, что Россия уходит из сообщества цивилизованных стран. Владимир Путин теперь несет ответственность за здоровье и безопасность Гершковича. Администрация Байдена должна добиваться его освобождения. А вот дальше они переходят к тяжелой артиллерии. Высылка посла из России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, это минимум, на который можно рассчитывать. Первейшая обязанность правительства США защищать своих граждан. А слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев. Вот так вот. Ну, естественно, они заявляют, что он не шпион. И просто для информации Байден сказал одно слово. Когда его спросили, что бы он сказал, он сказал, отпустите. Я думаю, что они обдумывают шаги. Ну, вот очередной заложник. Ну, вот это как раз очевидно, Матвей, что это заложник. Хотя мне казалось, после баскетболистки вроде пора бы вывозить оттуда всех американцев, с абсолютной очевидностью, потому что их будут брать в заложники бесконечно. Но, казалось бы, раньше был у журналистов иммунитет. Кстати, обвинять журналистов в шпионаже, мне кажется, это наивысшая глупость, потому что, по сути дела, работа журналиста — узнавать, получать информацию. У него цель и задача такая вообще, на самом деле, в жизни и в работе. То есть мы с вами в ежедневном режиме пытаемся получить какую-то информацию, обсудить, проанализировать, дать свои оценки, получить оценки от других этой же самой информации. Но ведь это же глупость считать, что журналист, который что-то хочет узнать, он шпион. Вот по априори. Потому что, ещё раз говорю, причём американский журналист, иностранный журналист в России, который, да, пытается сейчас общаться, узнавать что-то про специальную военную операцию. Но что он там на заводе, он что, какие-то тайны мог узнать, которые прямо Америка на фронте бы использовала? Ну ведь, ну блин, мы ж здоровые люди. Хотя, ещё раз говорю, это поездочник. Ну да, этого не было... Евгений, этого не было... Я очень много прочитал материалов на этот счёт. Этого не было 37 лет. 37 лет. И есть, я его не буду читать, выложена сейчас история с арестом журналиста при Горбачёве и Рейгане. И там была довольно жёсткая перепалка. Рейган требовал освободить журналиста. А, как написано, Горбачёв ему очень резко отвечал и обвинял, и так далее, и так далее. Ну, в общем, в конце концов это сделали. Ладно. Значит... Ах, с ума сойти. Нет тормозов у России. Нет, это абсолютно точно. Тормоза иногда не работают. В Кировской области... А, вот. Немножко не этот материал. В России вторые сутки не могут справиться с последствиями метели на трассе М4 ДОМ. ДОМ. ДОН. ДОН. Давайте посмотрим. ВСЕЛКА. НОВЫЙ! ВСЕЛКА. 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 я вы знаете почему показал этот сюжет совсем не потому что хочу обвинить путина в том что пошел снег такое бывает ну пошел снег такой трасса вот эти вот огромные машины ну куда им деться нет проблем дело в другом помните украина замерзнет европа замерзнет все умрут газа не будет света не будет вы еще к нам приползете ну вот на трассе дон даже приползти невозможно потому что ну там уже погода изменилась поэтому машины вроде поехали но вот такая вот история понимаете хочешь накликать беду на других а как сказать накликаешь на себя по-моему я грамотно сказал ну в этом плане наверное да хотя кстати что касается той же уборки снега я могу привести пример из волды в этом году было очень много жалоб на то что снег плохо очень убирался город вообще плохо убирался при этом мэр волды за сезон успел шесть раз съездить в украину мэр волды да ездил в украину причем взяли как бы это я не знаю как это называется под опеку город алчевск в луганской области если не ошибаюсь украины вологда и послали туда осенью спецтехнику в рамках вот взаимопомощи то есть спецтехника ушла на украинские территории у меня возникает простой вопрос хотя кстати он даже в комментариях у волокжан очень часто возникает а зачем нам алчевск почему мы убираем снег волчевский мэр у нас ездит на оккупированные территории вместо того чтобы заниматься городом но просто эти люди забыли что у них есть собственная страна они реально забыли о том что у них есть собственная страна и о том что заниматься нужно своей одной седьмой частью суши а вообще вот на самом деле куча огромная куча людей нарушает просто банальные российские законы потому что в уставе города вологды мэр назначенный городской думой должен заниматься вологдой у него просто не предусмотрено служебных обязанностях участие в боевых действиях на оккупационных территориях ну просто служебные обязанности евгений нарушения ему простят они выполнение указа кремля ему не простят у него жена дети ну зачем вы желаете плохого человеку ну зачем 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 походите по снегу ну да вот вот ходят вологдожане жалуются плачутся ну уходят да вот так городская дума вот сегодня а вот сейчас я вас лайками у каждого депутата z буквы в к стоит вот просто увидел я вас поймал на слове евгений простите да вот как вы попались в силки то вы сказали слово ходят и жалуются да ходят и жалуются я вам сейчас покажу скажите там своим что не надо жаловаться потому что будет так как в этом сюжете этот сюжет снят в водкинске и вот жители обратились к путину с просьбой отремонтировать дорогу посмотрите что из этого получилось город водкинск улица совхозная эта дорога и для машин или пешеходов 26 марта 2023 года мы жители водкинска обращаемся к президенту владимиру владимировичу путину так как местные региональные власти нас не слышат мы просили сделать дорогу по улице совхозная но более 35 лет не можем достучаться до наших чиновников а то чтобы обещание сняли и что по этому поводу по этому поводу по этому поводу что нужно явиться и дать показания кто это он такое сказал кто такое сказал почему кто-то это должен сказать по какому закону что вы должны в казань дать опирайтесь на закон нет давайте как бы опирировать тем что вы же обреждаюсь к народу и так сказать не я обратилась и улица совхозная никитина может нужно откуда-то это давайте мы соберем всех этих людей соберем кто участвовал нет вы видели видео вы видели вы видели дорогу нормально эта дорога и почему мы должны молчать кто не должен заставлять вас молчать это ваше сугубое мнение сразу начинаете из жевска полиция приехал это чё такое нету как бы вопрос на суще есть политическая повестка мы должны какая политическая это бытовая повестка но не политическая это быт с вас в любом случае надо объяснение взять по данному факту не знаю может быть эта женщина уже сидит не знаю не знаю но это умопомрачительно смотрите преследовать в россии за эти обращения начали уже вот ну мне кажется последний год полтора вообще-то вот эти обращения к путину людям теперь предъявляют же это проведение массовых публичных мероприятий якобы вот вот вы собрались сняли и это люди кстати до сих пор меня поражает пытаются откреститься вот от этого это не политика это быт но друзья это же политика градостроительная политика дорожная политика политика развития территорий да она кстати хорошо показывает я просто вот сегодня опять же да упомяну видео смотрел видео в городе сокол вологодской области тоже такой маленький городишко закрыли предприятие устье лес да полторы сотни людей выкинули на улицу все перестали работать но там когда я смотрел сюжет знаете что интересно вот там примерно такие же дороги как вот здесь сейчас было в этом до соколе и здания на фоне которых идет вот сюжет как будто там бомбили понимаете это обычный город провинциальный там где-то он 30 тысяч населения в вологде да и вот город выглядит так как будто он после войны и у там зачем бахмут авдеевка мариуполь у вас собственные города находятся в таком виде как будто там война прошла после 22 лет прекрасных 23 уже 23 прекрасных путинских лет путинской стабильности может быть что то у вас со своей страной не так вот вот просто реально может быть что то не так со своей страной я кстати сегодня смотрел тоже лукашенко и знаете я у него было сегодня да этот выступление там как это обращение к федеральному тоже его собранию знаете я иногда смотрел слушал он пытался рассказывать про украину а он как будто про белоруссию с россией говорит коррупция тотальная разрушение всего и вся чиновники которые не слушают людей вот понимаете они смотрят вот стоят что путин что он когда и слушаешь стоят люди перед зеркалом да и рассказывают нам как где-то плохо вот там не у них в стране а где-то там хотя эти люди этот еще дольше нашего находится да у власти лукашенко да тот уже сколько 30 лет на и раз следующем году по моему будет то есть ужас довели страну реально разграбили он кстати говорит еще про разграбление страны да вот что это это реально вот этот вот 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 это вот муртия да вот на этом ролике вот эта дорога которую 35 лет люди просят из них 23 года путинских результат хорошо давайте смотреть дальше давайте у меня была одна приятельница которая говорила да говорит жизнь все чудесатей и чудесатей в кировской области это громкая история помилованного наемника чвк вагнер задержали по подозрению в убийстве вот уважаемые зрители посмотрите пасмурно воскресным утром обеспокоенные жители села собрались в здании местного дома культуры чтобы получить пояснение от полиции и главы администрации о сложившейся ситуации ранее судимый за убийство мужчина отсидев часть положенного срока попал составе чвк вагнер в зону сво а вернувшись домой в состоянии алкогольного опьянения начал угрожать своим землякам расправой приехал он наверно 20 но к нам пришел приехал сюда 21 21 21 наверно ну пировал по клубу везде ходил а на другой день идет по деревне я я не не слышала я слышала только что-то орет я вышла света меня от лана говорит я тебе звоню 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 ванька идет говорит во все орет в одной руке пиво во второй я не помню говорит не знает пакет не знаю чего во второй руке у него виллы виллы топор нож идет орет убью всех перережу всю семью орет ну и повернул гараж а там уж я не видела чего вы опасаетесь то что очень мы ночи не спим как мы видим на предоставленной нам видеозаписи мужчина разбив машины с топором в руке уходит из обзора видеокамер там разные сообщения по поводу него что он убил снова да он убил снова причем кстати я видел даже полное видео где полицейский выступает он успокаивает людей это ведь видео было записано накануне буквально убийство он сидел на сутках то есть там полковник или подполковник полиции объясняет что он у нас сидит на сутках он у нас выйдет мы с ним серьезно займемся сделаем все чтобы он там уехал должен заключить снова контракт но знаете такой в стиле полиции в принципе если убьют то завтра приходите да если убьют то приходите и они реально вот он выступая на следующий день он выходит суток полицейский предупреждает что он выйдет суток и он говорит мы возьмем его под контроль у меня будут полицейские дежурить результат нам теперь известен он убил 85-летнюю женщину то есть вот этот прекрасный русский мир который он туда сначала нес в украину который он приносил в украину он вернувшись принес его и в россию убивать все что они могут реально убивать они повыпускали зэков из тюрем они превратили десантников карательные отряды сс они сделали все что это армия чвкшники все кто угодно превратились зверей которые возвращают этот звериный мир в россию в саму и ведь это еще цветочки я когда кстати писал об этом ну грустно чёрный юмор пошутил вы еще когда будете слушать этот ролик или читать пост включите песню то ли еще будет ой-ой-ой то ли еще будет потому что вот смотрите это ведь еще начало только вот только представьте что будет когда эти люди не единично будут возвращаться а массово это же будет ужас просто ужас ну уж а бездействие полицейских но как вот вы смотрите да в предыдущем сюжете мы с вами смотрели был люди просто записали обращение прискакали тут же в какой-то поселок приехали из ижевска аж да понимаете приехали чтобы брать объяснения причем смотрите людей было несколько десятков наверняка ходили по всем то есть приехал не один правильно наверняка приехала целая группа которая допрашивала то есть они тратят свое время не на какую-то борьбу реально чтобы защитить людей точно так же как у этого полковника вот в этом деревне да в новом буденце вместо того чтобы реально заниматься этим преступником который уже угрожал который машины просто разносил его извините меня как минимум можно было уже предъявлять там если не ошибаюсь 267 статья это уничтожение имущества до чужого и как минимум ввс его закрыть то есть предотвратить как минимум можно было эту трагедию но полицейским что-то срать они лучше пойдут потом бабушек вот этих допрашивать которые пришли жаловаться в дом культуры поэтому подонок не только вагнеровец подонки в погонах вот каждый кто идет допрашивать там людей объяснения брать за то что они обратились из-за дороги 35 лет которые не делают тот подонок который сидел вот обещал им защитить вот просто до сидит начальник отдела полиции обещает людям защитить а на следующий день убивают женщину вместо защиты они получают что ну не знаю ну у вас у вас отношение к этому человеку такое как у меня и у миллионов людей но в государстве государственное отношение совсем другое значит вот таких вот как вы видели как вот этот вы помните парты им ставили в школах где они там сидели за этими партами а теперь в разных местах развешивают их портреты и вы удивитесь в каких давайте посмотрим новая рубрика чтобы почитать себе на узи тази если вам надоело читать состав зрителей воздуха залетайте в общественное туалет волгограде вот выглядит конечно жутко ну я-то думаю что там иным им и место но вот конечно как сказал парень выглядит жутко вы уже снялись языка потому что ну вот я давно пишу и говорю то самое то плохое что мужики не понимают и не хотят понять идущие убивать украинцев и умирать сами что умирают они никакими не героями а умирают они оккупантами пытаясь убивать других людей в другой стране умирают они и потом помнить их будут именно оккупантами потому что война пройдет так или иначе она закончится а вот оценка это что детей оставляли сиротами хорошо конечно будет рассказывать но как сказать вот эпоха вот еще даже 30 лет 50 лет назад да мы возьмем войны в которых участвовала российская советская власть российская власть да российская советская армия да там советская армия правильно сказать афганистан корея даже какая-нибудь там тайные вьетнам монгола никарагуа то есть где угодно да вот эти все тайные операции где-то сирия она ведь сирии еще была в 80-х годах вот смотрите люди которые там погибали хотя бы не было интернета и не было вот этого знания такого да где-то там на могилах оставались звезды оставалось ощущение все-таки что они ну вот выполняли интернациональный долг еще что то сейчас нынешнее время нынешние поколения показывает что это люди все равно останутся в память в оценке людей в объективной оценке людей и многочисленных теперь уже расследованиях даже да которые проводятся на территории украины с помощью камер наблюдения теперь и всего да даже буча кстати сегодня ведь годовщина до вот этих вот самых раскрытия вот этих зверств когда мы мы сами все узнали что российская армия это худшие карательные отряды сс сравним с ними так вот помнить будут и детям уже сложно будет рассказывать вот ставя где-то портретик потом вдове да рассказывать ну ты знаешь папа был героем он был вот на войне погиб не получится извините я вас прерву потому что я смотрю на часы вы сейчас увидите что детям все легко объяснить сейчас вы увидите ейск а кто там будет маршировать на военном параде посмотрите Это не для комментариев, это я вам просто показал. А вот для комментариев я вам сейчас покажу про счастливое будущее России, которое анонсирует очередная провидица. Вот давайте посмотрим. Я вижу последующие 3-4 года события будут стабилизироваться, ситуация успокоится. Но эта информация, она должна быть на уровне страны. Неважно, какие сложности, проблемы сейчас есть в стране, это только во благо России. Все население должно понимать. И неважно, что происходит сейчас, это было просто невозможно избежать. И это ради блага населения, ради этой страны. Я также вижу, в рамках этой трансформации Россия будет бороться за свою независимость. И эта независимость принесет изменения не только для России, но и всему миру. Сейчас очень сильные вибрации. Сейчас происходит процесс восстановления космической справедливости. Эта земля обладает очень загадочными, глубокими духовными вибрациями. Они настолько мощными, что это является угрозой для тьмы. И Россия это как раз мистическая страна, она святая страна. Она обладает святой информацией, сакральной, о планете. Что сейчас происходит? У этого есть высшая цель. Россия взяла на себя духовную миссию. И так как Россия сейчас находится на пути становления, она также будет освобождать много других народов и стран. Я хочу задать конкретный вопрос. Когда закончится конфликт между Россией и Украиной? Сейчас мы видим, что происходит на полях сражения. Это не важно, потому что исход уже произошел в духовном мире. Там уже есть итог этого конфликта. Он разрешился. И победа будет за Россией. Между прочим, вот я держу чашку, она вибрирует, между прочим, и говорит, что они все будут в дерьме. Вы знаете, я могу вам сказать, вот в чем бы я согласился. У России сейчас взята на себя особая духовная миссия показать всему миру абсолютную бездуховность, абсолютную деградацию и то, как не должны поступать страны в 21 веке. Вот это действительно миссия, на которую себя возложил Владимир Владимирович, россияне, показать полнейшую, тотальное отсутствие совести, отсутствие сопереживания, полную деградацию мозгов, потому что и люди, которые, еще раз говорю, идут убивать и умирать. Непонятно вообще ради чего. Целей даже не могут объяснить своей чертовой спецоперацией в реальности. Кстати, 29 марта, я обратил внимание, годовщина исполнилась, как Шойгу уже заявил. Оказалось, 29 марта 2022 года Шойгу закончил специальную военную операцию. Он говорит, основные цели были выполнены. Вопрос, что вы год-то еще делаете? Поэтому, еще раз говорю, духовная миссия у России, есть сейчас миссия, показать полную, тотальную деградацию населения от пропаганды, от фашистского тоталитарного режима и показать, что так больше никогда не должно быть. Ну и я люблю опросы, вы знаете. И вот очередной опрос. Над чем в России не обязательно шутить? Давайте посмотрим. Над героями нашими, которые участвуют в СВО, там, над нашим президентом, нашим правителем. Когда наши бывшие соотечественники высмеивают политику нашего государства, это очень низко. В первую очередь, я считаю, что над этим я патриот своей страны, и поэтому мне это тяжело очень слышать. Но военные действия идут, это нельзя шутить. Ну, то, что народ доведен до нищеты, тоже тут особо не пошутишь. За каждую копейку бороться. И пенсионерам тяжело, и тем, кто работает тяжело, потому что производства у нас нет, у нас только конторы. А конторы у нас нищенская пенсия, в конторах нищенская зарплата. Вот правительство. Почему? Ну, потому что такая политика. Как посчитается, вот за какие-то шутки надо наказывать с каким-то образом людей? Если они политические, там, еще какие-то, естественно, просто разбираться с этой шуткой. Я считаю, что серьезно, в данный момент, когда идет вот это СВО, нужно строго. А уже когда закончится, там можно и на это не обращать внимания. Но цензура, если вы говорите о цензуре, она, конечно, должна быть. И вообще спорить нет смысла. Что скажете? Минута у вас. Смотрите, цензура должна быть. Люди сами просят себе цензуру. Тогда, получается, они не должны вообще отвечать на вопросы. Люди немножко не понимают, что когда вы лишаете хотя бы части свобод, вас лишают их совсем навсегда и абсолютно. Потому что нельзя, ну вот нельзя продать частичку свободы. Ты всегда продаешь ее целиком и полностью. А что касается шутить, ну а как еще? Знаете, вот как серьезно относиться к повешенному портрету вообще в туалете, а? Ну вот они реально там вообще понимают, над этим можно только смеяться, ржать в голос. Потому что они сами, сами показывают вот это истинное место и героям, вот этим оккупантам. Героям я, конечно, в кавычках имею в виду, да? И вообще, на самом деле, вот полицейские, которые приходят, как над этим не шутить, они приходят вместо того, чтобы дорогу идти хотя бы закидывать, и к чиновникам прийти, которые 35 лет дорогу не делают. По сути дела, вот этот чувак, приехавший с Ижевска, должен был идти в кабинет главы этого поселка и брать с него объяснение, почему до сих пор не сделана дорога. Конечно, я понимаю, что шутить над нищетой невозможно, потому что... А что осталось-то у вас, кроме вот этой нищеты? Одни только шутки. Только, мне кажется, и осталось, что смеяться над этим с грустью в глазах. Можно ли смеяться над войной? Конечно, над войной смеяться нельзя, потому что, вспоминая сегодня Бучу, хочется плакать. Хочется плакать, еще раз говорю, я здесь не только украинцев жалею, меня самого мутит, меня ненависть кипит, понимаете, от того, что наша армия, еще раз говорю, вот моя российская армия превратилась в худшие отряды СС. Спасибо вам большое, извините, просто закончилось время. Евгений, я вам очень признателен, что вы были с нами. Евгений Доможиров, инициатор проекта «Вернем тепло и свет Украине. Политики с Вологды».